Добрый день! Снова с вами Дачная каратэ. Вторая в этом году передача. Мое традиционное, любимое занятие это перевод ката Шатакан Каратэ До. Упражнение с оружием. Вот ката Майкё. Это ката, сделанная под работу с палкой. Ката Майкё. А потом мы покажем применение с мячом. Точнее, с двумя мячами. Очень хорошо ложится, прямо здорово. Ката Майкё. Так вот, сделали мы ката Майкё без оружия. Теперь с оружием. У нас два больших мяча. Лучше, конечно, с маленькими делать, но с большими нагляднее, виднее. Можно короткими, но они не так хорошо блестят. И размер у них маленький, поэтому можно чего-то не углядеть. Можно и совсем короткими кинжалами, например, делать. Но мы сделаем вот с двумя катанами. Есть немножко изменения, конечно. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отбили, рубанули, и еще раз рубанули. Разворот. Отбили. Можно даже... И заключительный аккорд небольшого ролика с большим мячом. Для меня было некоторым открытием, что средневековый меч не затачивался совсем в нижней части. В средней части затачивался на конус. То есть не для того, чтобы разрубить, а для того, чтобы промять доспехи или оглушить противника. И только самая верхняя часть затачивалась как кинжал для удара короткого боя. Когда латной перчаткой держались за среднюю часть, вот так, и наносили удар куда-то целенаправленно между пластинами доспеха. Немножко отойду. Вот, а для чего все это делалось? То есть, ну, это понятно в ближнем бою. Потому что вот один раз рубанул, мяч очень тяжелый. Противник продолжает работать, ты уже на близкой дистанции. Что ты сделаешь? Яблоком в голову тычок, может быть. Удар. И воткнули. Или куда-то там подбородок, под шлем. Или между доспехами. И добивающий удар. Яблоком тяжелый удар. Ну, имею в виду, что доспехи латные. Тут особенно не повредишь себе. Вот, пробивающий удар. То есть, работают все три. Можно даже за рукоять. Не за рукоять, а за эфес взять. И вот, вот хорошая ударная техника будет. Вот так. Бам! Раз, два, три. Ну, примерно вот так. В общем, средневековый меч не такая простая штука. И только кажется, что можно так порубиться им. Нет. Вот. Да. Ударил. И вот. Вот это настоящая рубка. Двуручным мечом. А это когда кажется, что одной рукой там рука должна быть, как у слона нога. Чтобы одной рукой держать. Вот. А вот удар, да? Ткнул. И вот ударил. Вот это действительно реальная боевая техника. Занимайтесь каратэ, занимайтесь боевыми искусствами. Слава Руси, Господи, спаси. Слава Руси, Господи, спаси.